Предсказание на 2022 год для России дословно. Предсказание на 2022 год интересует людей, желающих приоткрыть завесу в ближайшее будущее. Астрологи обещают расцвет индивидуализма. Ожидается начало поиска новой независимости, надеяться стоит только на свои силы, пригодится умение выживать при любых условиях. Некоторые станут жить в натуральном хозяйстве. Ожидается спрос на органические продукты из экологических сельхозкомплексов. Прогноз Павла Глоба. Известный российский астролог говорит, что прогнозы дают различные реализационные возможности. По большому счету, будущее до мельчайших деталей спрогнозировать просто невозможно. Астрологи видят лишь какие-то тенденции и закономерности, опираясь на космические циклы. Все в мире устроено определенным образом. В основу мироздания изначально заложена математическая модель. Реализация тех или иных прогнозов зависит от людей. Умение прогнозировать присуще любой науке, будь то химия или медицина. Если метеорологи прогнозируют дождь, значит человеку стоит взять зонд. Такой же принцип действует и в астрологии. В 2022 году будет продолжаться экономический кризис. Он повлечет за собой перестройку экономики не только в нашей стране, но и в мире в целом. Политику тоже ожидает переформатирование. Будет меняться климат. Если глобальная природная катастрофа спрогнозировать тяжело, то пандемии вполне себе прогнозируемы. То, что было в 2020 году, по словам Павла Глобы, это тестовый режим, а настоящая пандемия будет в 2022-2024 годах. Мир начнет активно меняться. Для России наступит хорошее время для того, чтобы вернуть себе статус великой страны, утраченной за последние десятилетия. Общество потребления будет постепенно сменяться экономным и сознательным. Прогноз Михаила Левина для России и мира. Авторитетный астролог Михаил Левин заверил, что 2022 год будет интересным как в истории нашей страны, так и для мира в целом. Продолжатся тенденции последних лет. Кризис никуда не денется. Финансовая ситуация в России тяжелая. Рубль продолжит падать. Кроме заметного ухудшения финансового положения будет снижаться рейтинг центральной власти. Повсеместно будут возникать спонтанные протесты и народные беспорядки. Путинский период закончится. Все шло к концу уже давно. Смена власти произойдет не путем революции, а путем перемен наверху. Возможно, что-то поменяется после выборов в государственную дому. Пандемия будет идти на спад. Эта модная болезнь совсем не исчезнет. Она станет чем-то привычным, как обычный гриб. В целом год станет немного легче, интереснее, динамичнее, чем предыдущий. Началась новая эпоха, воздушная. Она принесет большую открытость, свободу и новизну. Россия вступит в совершенно новое для себя время. Предсказания Веры Леон. Словам казахской предсказательницы, Веры Леон верит множество людей. Она давно завоевала доверие своими точными детальными предсказаниями. Вера появилась на свет в России, но сейчас проживает в Казахстане, поэтому ее пророчества всегда касаются двух этих стран. Прогнозы относительно будущего России полны оптимизма. Она заявляет, что Владимир Путин уверенно занимает свое положение и никуда не уйдет, несмотря на недоброжелателей, которых вокруг него хоть отбавляй. Политическая ситуация останется без существенных изменений, заявляет она. Россию будут ждать разные препятствия, но все они будут успешно преодолены. Как преодолевались последние 20 лет, мы видим, как шикарно живут россияне, как прекрасно живут российские пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны, заявляет она. Сохранится противоборство с Западом, но Россия не потеряет своих позиций. Во внешней политике акцент будет на Ближний Восток и Африку. Экстрасенс считает, что ДНР и ЛНР не воссоединятся с Украиной. В мире Авера Леон предсказывает такие события, правда без привязки к конкретным датам. Роспуск НАТО, распад ЕС, ухудшение отношений между США и КНР, не исключается даже вооруженный конфликт. Туристические акты в Штатах, Китай станет сверхдержавой, собственно говоря, она уже давно и есть сверхдержава. Для этого не нужно и к бабке ходить. Экологическая ситуация будет ухудшаться, это тоже очевидно. Землю ждут стихийные бедства и катаклизмы, проснувшиеся вулканы, таяние ледников, наводнения, пожары, землетрясения, ураганы. 2022 год может стать самым страшным для нашей планеты. Несмотря на неутешительные прогнозы, Вера Леон успокаивает, что в итоге все закончится хорошо. В мире воцарится гармония. Люди научатся бережно относиться к природе, экологическая ситуация улучшится. Провидица советует людям не забывать головы ерундой и слушать ее, сосредоточиться на позитиве. Энергию лучше направить на сознание и творчество. Это хорошее время для семьи, развития духовных ценностей. Прогноз астронома Ларри Молнера Опытный астроном Ларри Молнер предсказывает, что в 2022 году небо поменяется из-за столкновения двух звезд. После слияния бинарная звезда станет ярче в 10 тысяч раз. Рождение нового светила будет хорошо видно с Земли без телескопа. Оно появится в созвездии Лебедя, в частности Северного Креста. Все желающие смогут наблюдать за слиянием, двух звезд или звездным взрывом, как в фантастическом голливудском фильме. Вспышка ожидается настолько сильной, что окажется самым ярким объектом на небе несколько ночей подряд. К этому выводу профессор Молнер пришел не сам, а с коллегами из Кальвинского колледжа. Если астроном не ошибся, то он станет первым ученым, кому удалось предсказать столкновение звезд. А ранее это никому не удавалось, и астрономы фиксировали столкновение звезд уже после того, как свет от него достигал нашей планеты. Прогноз Василисы Володиной. Самый модный астролог Василиса Володина обещает, что 2022 год не принесет много сюрпризов. Не все будет просто, но перемены к лучшему уже появятся. Новое выстраивайте потихоньку, нельзя бежать впереди паровоза. Если хотите что-то поменять, то для начала продумайте все досконально, а только потом приступайте к действиям. Правильно готовить заранее реформы, чтобы однажды они не стали личными революцией. Год будет не таким нервом и напряженным, как предыдущий. Воспринимайте этот период как передышку и оцените впоследствии своих действий во всех сферах жизни. Она призывает воспринять этот период как передышку перед новым, очень сложным годом. Государственные методы сменятся, станет не такими навязчивыми. Власть столкнется с активными протестами и народными волнениями. Некоторые будут пытаться удержать старое, но прогресса не избежать. Кто бы ни пытался помешать переменам, они все равно произойдут. Экономические и политические изменения назревали давным-давно. Главное это менять старое постепенно, а не резко. Новое лучше строить, базируясь на старое. Сложность состоит в том, что старый опыт уже не помогает, а новые методы еще не подобрали. Поэтому люди не помогут определиться, что делать, придерживаться старых норм или заменить их чем-то новым. Нельзя поддаваться на провокации, старайтесь сохранять спокойствие. Попробуйте понять, что стало в вашей жизни лишним и откажитесь от этого. Самое время избавляться от устаревших установок, которые не дают двигаться вперед. Возможно, стихийные бедствия. В мире будут землетрясения и ураганы с разрушительными последствиями. Что касается экономических перспектив, то рубль не охрепнет. Хотя и сильных колебаний ждать не стоит. Российская экономика укрепляться не будет, следовательно, и для укрепления рубля нет никаких оснований. Сбережения лучше хранить в разных валютах, в нескольких банках. Ожидается резкое колебание цен на криптовалюты. Хороший период для игры на бирже с акциями и ценными бумагами. Как такое можно советовать, я не знаю. В целом можно готовиться к напряженной экономической ситуации в стране и в мире. Который раз многим людям придется экономить даже на бытовых вещах. Мы видим, что жизнь людская становится все тяжелее и тяжелее. Появятся новые налоги, поборы и сборы. Бороться с этим можно только законными методами. Убедитесь, что вы получаете все субтидии и льготы, на которые можете претендовать. Как можно по закону бороться с законом? Ведь именно казнокрады пишут эти законы. Василиса Володина напоминает, что позитивные изменения не падают с неба и не приходят ко всем одновременно. Как бывает с плохими событиями. Чтобы хороших перемен было больше, прикладывайте усилия. Сложности спрогнозировать всегда просто, а вот над улучшениями придется поработать. Прогноз Влада Росса. Астролог Влад Росс также сделал свой прогноз на 2022 год. По его словам, в Украине, Белоруссии и России будут кардинальные перемены. На Крым предъявят претензии Турция. В Крыму, возможно, война. Что касается конфликта на востоке Украины, то он будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет у власти. В 2022 году у него включится последний соляр. Он может не просто покинуть пост президента, но и прекратить существование на земле. Причем смерть может быть ужасной. В Белоруссии ожидается экономический упадок. Сложится непростая ситуация для обычных людей. В 2021 году для Украины начался десятилетний цикл экономического подъема, который продолжит развитие в 2022 году. В страну придут инвесторы. Гривна будет укрепляться. По нумерологии 2022 равен 6. Шестерка связана с любовью, семьей, красотой и творчеством. Период идеален для начала романтических отношений, заключения брака и пополнения семьи. Влад Рос заверяет, что в 2022 году мир забудет про эту модную болезнь. Хотелось бы верить. Астрологи Дмитрий Уранус и Константин Дороган. Астрологи предостерегают, что вскоре старому миропорядку придет конец и наступит новое время. Страшно. Константин Дороган советует пристегнуть ремни, потому что перемены будут масштабными. Понадобится не один год, чтобы новый уклад вступил в силу, но назад дороги нет. Он уверен, что позиции Соединенных Штатов Америки и Евросоюза будут слабеть. Зато Индия, КНР начнут движение вверх. Мир ожидает информационные войны и гибридные атаки. Позиции России на мировой арене ослабнут. Сильно ухудшат соотношение РФ и Соединенных Штатов Америки и Евросоюзом. Россия ожидает сильное давление как внутреннее, так и внешнее. Возможно, крупная чистка во власти и политическая реформа. Экономическая реформа тоже неизбежна. Национальную валюту ждут потрясения. Астролог уверен, что мир уже перешел обнуление. Сейчас стоит ждать первые последствия движения к новой реальности. Вероятен финансовый шторм. Павлодградский астролог Дмитрий Уранус беспокоится, что в мире возможен конфликт с использованием ядерного оружия. Стоит ожидать мощного банкопада и передела финансов. Создадут новую концепцию развития глобальной экономики. По-настоящему тонн зададут технологии. За счет них выдвинутся новые элиты. Распространятся иные ценности. Будут решаться глобальные проблемы. Основой экономики станут информационные технологии, производство и хранение электроэнергии, еще сельское хозяйство и пищевая промышленность. В этих направлениях ожидается революционное изменение. Предсказания астрологов на 2022 год показывают, что нам повезло жить в очень интересное время. Подходит к концу индустриальная эпоха и начинается информационное. Это более свободное и гуманное время, но важно, чтобы в этот период смены укладов люди оказались благоразумными и не допустили начала ядерной войны. Некоторые пророчества кажутся, как минимум, непонятными и даже странными, но не брать их во внимание нельзя, поскольку многое из того, что было предсказано ранее, уже сбылось. Напишите свое мнение в комментариях, делитесь этим видео и подписывайтесь на канал. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok